Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Крымская весна пришла и в наш город. Муравленковцы встретились в сквере, чтобы отметить годовщину дня, когда Крым снова стал наш. Крымская весна идет по всей стране. И даже на холодном Ямале сегодня светит яркое солнце. 18 марта прошло ровно пять лет с момента, когда все жители нашей страны сказали «Крым наш». Ямал и Крым уже давно отмечают дружеские, хорошие отношения. Наши ребята служат на кораблях в Севастополе. Наши дети отдыхают в Артеке и сегодня являются участниками Крымской весны. Потому что все мы, жители и граждане одной большой страны под названием Россия. И только дружеские отношения, только уважение, только хорошее добрососедство с другими республиками обеспечит мир на нашей земле. Ровно пять лет назад Российская Федерация стала еще больше, еще мощнее. И это решение о предоставленной возможности Крыму и Севастополю вернуться на историческую родину поистине является самым справедливым и самым верным. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Крым – это орден на груди планеты Земля. Давайте сделаем так, чтобы этот орден стал символом стабильности, благополучия и роста нашей страны. В сквере сегодня собрались представители трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций и просто неравнодушные муравленковцы. Каждый помнит историческое для нашей страны событие, когда в марте 2014 года 96% крымчан высказались за присоединение к России. Крымская весна, крымская весна в России, крымская весна и в нашем городе. И она обязательно придет еще теплым солнышком, придет с радостными улыбками и теплыми сердцами, с которыми мы встретили жителей Крыма, приняли их в нашу большую семью. Более двух миллионов крымчан, которые сказали свое «да» вхождению в состав России. Сейчас, собирая по крупицам историческое наследие нашей Родины, мы, конечно же, с вами в том числе преодолеваем и трудности. Трудности от тех, кто не желает смириться с тем, что Россия изо дня в день наращивает свою мощь экономическое и военное могущество. Сегодня не просто праздник пятилетия присоединения Крыма, сегодня день развития и возвеличивания нашей страны, нашей Родины, нашей России. На митинге сегодня много выступающих и в каждой речи слова о единении нашей страны. Энергия Крымской весны вызвала мощный духовный и патриотический подъем. Результаты опросов показывают, большинство россиян, безусловно, положительно относятся к присоединению Крыма с Россией. Конечно, рады, очень рады, потому что мы можем туда въехать, выехать спокойно. На самом деле рады. Мы душой и сердцем чувствовали, что это наша территория, и жители, населяющие Крым, всегда стремились быть с Россией. И это показал референдум, который проведен был в тот период. Это мы видим и сейчас по настроениям людей, и это показывает численность посещений летнего периода отдыха. В Крыму я не была, но всегда чувствую, что хочется туда попасть, особенно сейчас, в свете последних событий. Все возрождается, все идет на вокруг, встает на свои места. Это здорово, что в составе России сейчас Крым. Все поддерживаем, не только поддерживаем, но и едем отдыхать в Крым. Крым любят. За развитием территории нового субъекта страны наблюдают миллионы россиян. Полуостров на федеральном уровне зазвучал как доступный курорт. В 2018-м Крым посетили почти 7 миллионов туристов, а благодаря улучшению транспортной логистики спрос на отдых в Крыму только растет. Светлана Грачева, Татьяна Козырев, Владислав Дроботов, Антон Иванов. Новости Муравленко.